Испытания для человеческой психики. Работа с горем всегда особая тема и направление в работе психологов. Горе можно прожить. Что остается в сухом остатке? Какие фразы лучше не говорить? И что сделать, чтобы поддержать близкого человека? Об этом расскажем сегодня. Это программа «Разговор по душам». Меня зовут Галина Топилина. Здравствуйте. А в гостях у нас психолог Альбина Зарипова. Альбина, здравствуйте. Здравствуйте, Галина. Альбина, первый вопрос. Что же такое горе в психологии? Что это за направление? И наверняка оно в понимании всех людей разное. Горе — это эмоциональный процесс переживания утраты или потери. Это, скорее всего, горе связано чаще всего с переживанием именно утраты. Если в буквальном смысле, то утрата — это потери или урон. То есть утрачивается то, что было значимым. И как раньше уже не будет. И в психологии это может быть переживанием по поводу утраты значимого объекта или утраты части собственной идентичности или утраты какого-то планируемого будущего. Чаще всего утрату и горе связывают, конечно, со смертью близких людей. Но на самом деле спектр гораздо шире. И человек может разные ситуации в жизни проживать как утрату и горевать об этом. Например, смерть близкого человека, естественно. Смерть домашнего питомца тоже проживается как утрата. Когда близкий человек пропадает без вести или какие-то заболевания свои или близких людей. В общем-то, какие-то кризисные ситуации в жизни, нормативные, ненормативные. Даже миграции или переезд, причем в рамках даже одного города, может человеком восприниматься как переживание утраты. Если сказать, какие ситуации утраты самые тяжелые, то однозначно такого нет ответа. То есть для кого-то, например, развод становится самой тяжелой утратой в жизни, самым тяжелым событием. И прошло уже много лет, а человек все еще не может оправиться, не может начать новые отношения, не может начать свою новую жизнь. Для кого-то смерть питомца становится очень тяжелым таким переживанием. Но, конечно, для нас, для психологов, самые тяжелые потери это всегда смерть ребенка. Вот это действительно тяжелейшая утрата, потому что есть такой закон природы. Дед умирает, отец умирает, сын умирает. Это как будто правильно, так и должно быть. Но когда этот порядок нарушается, мы сталкиваемся с такой некой экзистенциальной неопределенностью. Так не должно быть на самом деле. И дети, то есть родители не должны хранить своих детей. И это, конечно, всегда тяжелая трагедия для всех. Ну вот у вас на практике с каким горем обращаются чаще всего люди? Чаще всего обращаются все-таки со смертью близких, с заболеваниями какими-то тяжелыми, с разводом. То есть вот утрата именно значимых отношений тяжелее всего переживается. Горе – это переживание о себе. Что это значит? Ну, вот возьмем, например, ситуацию развода. У человека была семья, были какие-то планы на жизнь, были какие-то общие совместные будущие планы, устоявшийся быт. И в один миг вот все рухнуло, и все. И больше нет семьи, нет никаких общих планов. Вместо этого есть шок, боль, непонимание, как будет дальше, как теперь строить свою жизнь заново там и так далее. Конечно, это переживание про себя. Вообще надо сказать, что у нас все переживания – это всегда про себя, не про других. Все наши переживания. И как жить в мире, где теперь все будет по-другому – это и есть та психологическая задача, которую стоит выполнить и которую нужно как-то решить. Потому что в этом и вопрос. То есть мы знаем, что будет по-другому, но не знаем, как. И в этом вот «не знаю, как» всегда есть неопределенность, а в неопределенности всегда есть тревога. Кроме того, да, не у всех есть время и возможность просто лечь и пострадать по-хорошему, например, сколько следует. Потому что жизнь продолжается, счета продолжают приходить, о детях нужно заботиться, если дети есть, нужно еще их как-то умудряться поддерживать в этом. И нужно как-то справляться с жизнью в социуме, потому что общество у нас может быть как поддерживающим, так и обвиняющим, наоборот. И это все нужно как-то совмещать параллельно с жизнью. И потом утрата – это всегда удар по ценностям жизненным. А жизненные ценности – это наши опоры, и их тоже придется пересмотреть. Ну, это, конечно, потом. Получается, переживание горе – это привыкание к информации, некая адаптация к новым условиям? Нельзя сказать, что переживание горе – это привыкание к информации. То есть это не взаимосвязанные такие понятия, потому что привыкание к информации – да, это первый шаг. Мы вообще, люди, очень мало умеем реальность воспринимать объективно такое, какая она есть. То есть принимать эту информацию, мы обычно стремимся все это как-то на нее повлиять, что-то сделать, что-то изменить. Но бывают такие ситуации, когда невозможно ничего сделать. И пока я трачу время на борьбу и на энергию, жизнь проходит мимо. И некоторые вещи действительно нужно принять как факт, то есть принять вот эту информацию, что утрата состоялась. И это и будет первым шагом на пути к исцелению. А есть ли какая-то шкала у горя? Или это не имеет никакого значения? Горе, оно и есть у горя. Шкала тяжести имеется в виду? Тяжесть горя. Да, степень какая-то. Тяжесть горя зависит от многого. Это зависит и от возраста горющего. То есть мы, если мы говорим про детей, то там все зависит от возраста ребенка, как он это переживает. В принципе, от возраста любого человека. Есть какие-то биологические факторы, например, свойства нервной системы. У кого-то нервная система более устойчива, у кого-то менее. И это не то, на что мы можем повлиять. Потом все очень зависит от степени близости. Если сказать, что горе тяжелее, если отношения ближе, то в каком-то плане, ну да, есть такое. Но здесь важно понимать, что это целая совокупность факторов. Если я перешла на дорогу на красную, там не успела и перешла, и начинаю сильно переживать по этому поводу, то это, конечно, не вот сильно нормальная реакция. Но я должна понимать, что, скорее всего, у меня есть. Это же рефлекторная реакция. Почему я свою тревогу, в том числе горем, да, переношу на другие события в своей жизни, менее значимые, менее значительные. И это, конечно, вопрос, который стоит бы обсудить с психологом в том числе. Ну, во всяком случае, задуматься, почему я именно так реагирую. Потому что если у человека процесс горе или утраты не пройден, он вот этой рефлекторной реакцией травмирующей, это называется травмирующей рефлекторной реакцией, он будет реагировать на разные события в жизни. Он будет не позволять себе радоваться, когда радостно, например. Он всё время как бы живёт с оглядкой. Вот порадовался и всё время оглядываясь. А что теперь случится? Я ожидаю. Это как раз говорит о том, что какие-то процессы не завершены, потому что нужно всё-таки уметь жить в той жизни, которая есть вокруг нас. А люди в горе вот как раз этого и не умеют. Мне попадалась информация о том, что мозг, пока он не проживёт все жизненные ситуации, которые были до и будут, возможно, после, с учётом вот этой вот новой информации, которая произошла, с учётом этого горя, считается, что горе не прожито. То есть вот каждый шаг свой прожит с учётом вот этих новых сведений. Тогда мозг справился, считается. Поняла. Вообще все жизненные ситуации проживаются до конца жизни, до самой смерти. Это да. Но с горем можно справиться и раньше, на самом деле. Действительно, этого можно достичь. Горе считается прожитом тогда, когда эта тема перестаёт быть запретной. Вот что значит запретная тема? Это когда я не могу не только разговаривать на эту тему, мне больно, да, у меня какие-то острые эмоции, но я даже не могу слушать разговоры о подобных каких-то темах. И, например, вот мы сидим в компании, разговор зашёл на какую-то тему, а она, допустим, встала, заплакала и ушла, потому что эта тема для неё является запретной. Она не может выдерживать. Но мы можем тоже сами не разговаривать на подобные вещи в её присутствии, потому что мы будем переживать, то есть эта тема становится запретной не только для неё, но и для нас всех, для близкого окружения. Вот когда этого нет, тогда мы можем сказать, что горе прожито – это такой верный признак. Альбина, расскажите о ситуации, когда человек, спасаясь от горя, пытается изыскать те ситуации, которые не поменялись, и погрузиться в работу, в чтение книг любимых, в рукоделие, или, не знаю, уехать путешествовать. Ну, вариантов очень много, конечно. И вот тем самым, получается, человек бежит от проживания горя. Или всё-таки это помогает как-то, часть прожить? Это помогает, безусловно, помогает. Особенно это спасает в первое время. Это такая, знаете, таблетка анальгина своего рода, потому что вот у меня болит голова, я приняла таблетку, и голова не болит какое-то время. Но надо понимать, что даже у головной боли есть своя причина. И если эту причину не устранить, то головная боль вернётся, когда закончится действие лекарства. Вот хобби, увлечения, путешествия, какие-то работы – это то, что позволяет, ну, скажем так, сделать глоток свежего воздуха, но потом всё равно придётся вернуться рано или поздно, потому что если человек постоянно в этом находится, то он, ну да, конечно, избегает. Тогда есть вероятность застрять в процессе переживания горя и не дойти вот этот путь до конца. Вот поэтому, если это в каких-то дозированных количествах, то он нормальный, даже очень хорошо. Но получается, горе всё равно меньше не становится? Это только отвлекающий манёвр какой-то, да? Или всё-таки немножко под... Всё равно меньше становится. То есть, вот смотрите, горе, ну, идёт параллельным процессом. Мы не говорим, что одно делаем, другое, значит, не делается. В том числе, и это придаёт сил. Если часто люди задают вопрос, где взять силы, как справиться, мы как раз и советуем обратить внимание на те сферы, потому что даже какой-то глобальный жизненный кризис, он не затрагивает тотально все сферы в жизни. Всё равно есть что-то, вот чего не коснулось, в том числе и горе. И если человек научится находить вот эти сферы, в которых горе не коснулось, и дальше будет анализировать за счёт чего, что ему помогло, что там такого было, что горе не коснулось вот этих сфер жизни, это и есть его силы, то есть оттуда их можно брать. Поэтому это всегда очень тоже в помощь, если в этом не застревать. А есть ли правильные или неправильные методы переживания горя? Что это значит и к чему приведёт неправильное переживание? Вообще в психологии нет понятия, правильное или неправильное. Есть результативное, нерезультативное. Ну вот смотрите, например, плакать или держать себя в руках? Заставлять себя держать себя в руках? Да. Вот наша задача не бегать из крайности в крайность. То есть я или плачу, или держу себя в руках. Иногда и, может быть, хочется взять себя в руки и не плакать. Но вот не очень сильно получается. Нет такой возможности или нет такого состояния, то есть мне прям нужно плакать. Всё-таки жизнь человека отличается от того, что написано в книжках. И здесь мы обращаем внимание не на то, правильно человек горюет или неправильно, потому что нет такого. Но есть понятие нормы. Причём норма в психологии, она тоже очень такая плавающая. То есть вот где норма, а где отклонения, чётких границ очень сложно найти на самом деле в некоторых ситуациях. И здесь мы смотрим на общую динамику, общее состояние человека, на то, как он в принципе справляется с этим переживанием, и на возможные какие-то отклонения. Вот если отклонения какие-то наблюдаются, то мы на это внимательно смотрим, обращаем внимание, и что-то с этим нужно уже делать. А так, что прям правильно или неправильно, нет. То есть все средства хороши, что помогает, так человек справляется. А расскажите об этом, о норме и отклонениях. Ну, есть у нас такое понятие, как нормы общественные, да, вот есть общественные нормы. Вот у нас в обществе принято, мы думаем как. Если у человека горе, он должен плакать, убиваться, переживать, там, света белого не видеть, там и так далее. Есть люди, которые горе проживают по-своему. Им, например, невыносимо и тяжело находиться дома одному, ему хочется, наоборот, в компанию, в людей, и он будет выезжать с друзьями куда-то, или на встречи ходить, или вообще стремиться. Сейчас люди в соцсетях очень ярко проявляют вот свои переживания, да, и общество таких осуждает, потому что по каким-то признакам им кажется, что это неправильно, но это на самом деле не так. Человек имеет право проявлять свое горе так, как ему удобнее, так, как ему хочется. Хочется к людям, пусть идет к людям. Хочется посидеть дома самому, да, значит, пусть сидит дома сам один, плачет, там, книжки читает или еще что-то делает. Не нужно их за это осуждать. У нас люди вот какие-то рамки свои выстроили, и всех пытаются в эти рамки загнать. И люди из-за этого тоже страдают. Они приходят к психологам и говорят, что я проживаю горе неправильно, меня все осуждают, вот. И с этим тоже приходится как-то справляться. То есть дополнительно горем он еще вынужден разбирать свое состояние относительно того, как на него люди реагируют. А есть ли ситуации, когда оправданно держать себя в руках и вот это вот складировать, наверное, не очень хорошее слово, но вот зажимать свои эмоции, не давать им выхода? Держать себя в руках иногда просто необходимо. Ну, действительно, так и есть. Иногда нужно взять себя в руки и сделать какие-то свои задачи, выполнить или бытовые, опять же, функции, да, о детях заботиться. Если больше некому, все равно приходится брать себя в руки и что-то делать параллельно. Но мы не можем сказать, что взять себя в руки и, например, не проживать. Это не одно и то же. Этот процесс всегда идет параллельно. Мы не можем же поставить жизнь на паузу. Вот я ставлю на паузу, сейчас свое горе проживу, потом, когда все нормально станет, паузу сниму и вернусь туда, где остановился. Так не бывает. Нам всегда приходится как-то вот в параллели с этим справляться. Поэтому иногда, да, нужно взять себя в руки и что-то сделать, а иногда нужно не брать себя в руки и не заставлять. И наоборот, это поплакать от души, если хочется, если есть для этого возможность. Почему нет? Потому что подавление, это тоже не очень хорошо. Да, что если это становится привычкой подавления? К чему это может привести? Подавление эмоций может привести к разным последствиям. Например, это может быть проблема какая-то в отношениях, или это может быть какие-то психосоматические проявления, то есть заболевания какие-то на этой основе. Потому что подавленные эмоции это всегда симптом, и он всегда себя проявит рано или поздно. Горе, оно в целом волнообразное, да? Вот вроде бы горюешь, потом выныриваешь ненадолго, потом снова. И вот так вот идёт, идёт. Почему так происходит? Организм устает горевать в какой-то момент? Может, и устает. Вообще, наверное, я думаю, что было бы очень прекрасно, если бы жизнь шла линейно. То есть сначала плохо, потом получше, потом ещё лучше, ещё, 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 и в итоге совсем хорошо. Но это так не бывает. В психике всё иначе устроено. Но у нас развитие не идёт линейно. У нас всегда идёт вот какими-то волнами, действительно волнами. И... А в горе вообще всё очень хаотично и непоследовательно. И там невозможно предугадать, что с тобой будет. То есть можно как-то спрогнозировать или попытаться навыками саморегуляции как-то справиться. Но на самом деле эмоции настолько могут проявлять себя вот хаотично, да, и непоследовательно, что так и получается волнами. И потом жизнь иногда подкидывает какие-то случайности. Вот живёшь, живёшь, горюешь себя тут раз, и что-то надо сделать. Дела какие-то появились. Ну так и приходится вынырнуть, поделать свои дела, потом обратно занырнуть, ну так и двигаешься к волнами. Главное, что развиваешься, не на месте стоишь. Вот как мне кажется, человек, он всё-таки волевое существо. Он может что-то захотеть и вот к этому стремиться. Вот если уже устал горевать, уже всё, говоришь себе, всё, я начинаю всплывать, я так больше не могу. Карабкаешься, карабкаешься, уже вроде бы всё выплыл на поверхность, да, уже кажется, что прожил всё. И тут в какой-то момент снова назад тебя на дно тянет. Как быть, когда ты уже хочешь, плыть, но... Ну, во-первых, надо дать себе время. Люди как раз-таки стремятся всё, чтобы быстрее и быстрее уже забыть и жить дальше. Так не получается. Но это значит, не прожито уже что-то где-то. Ну, скорее всего, да, процесс не завершён. И желания недостаточно наши. Если есть желание с этим справиться, это очень хорошо. Значит, есть мотивация, есть вот намерение какое-то, значит, я буду стараться прикладывать все силы, которые возможны. И тогда я имею все возможности справиться с этим. Но психика настолько тонкая структура и сложная в это же время, что некоторые процессы не от нас зависят. То есть не зависит от того, хочу я этого или не хочу. И этим и объясняется переживание в горе. Потому что как раз... Вот у нас есть стадии в горевании, да, какие-то общепризненные. И люди почитают книжки или там в интернете посмотрят и думают, что так, у меня сейчас стадия гнева, следующая стадия депрессии, значит, потом всё будет принятие. Но это не так происходит. Они всегда очень-таки перемешанные и непоследовательные. Если человек находится в стадии, допустим, депрессии, ему уже становится лучше, и мы можем думать, что вот, значит, следующий шаг — это принятие. Вообще нет. Его как раз таки, вот как вы говорите, может отбросить назад, туда, в самый низ, там, в отрицание даже иногда. И с этим как-то приходится справляться. Здесь самое важное — не винить себя и не ругать себя. И просто объяснить, что вот в горе любые эмоции, любые проявления нормальные. И это именно такой способ проживания, способ психики справиться с такими невыносимыми эмоциями. А получается, разницы никакой нет? Хочешь ты или не хочешь с этим справляться и проживать, то все равно эти стадии, они закономерно пройдут? Нет, стадии не обязательно все будут. Их можно проскочить, можно… Ну, не стадии, а просто вот весь процесс горевания. Он все равно пройдет. Он все равно пройдет, но все зависит от того, если действительно человек хочет, да, хочет быстрее с этим справиться, он прикладывает к этому усилия, этот процесс пройдет с минимальными затратами, что называется, и он будет действительно результативнее и быстрее. Но не супербыстро, конечно, понятно, да, но все равно это застревание не будет. Это очень важно, чтобы человек сам понимал, что он хочет справиться с этим состоянием и был честен с собой. Вот это очень важно, потому что можно себя обманывать, а можно действительно посмотреть правде в глаза и признаться, действительно я сейчас готов или я сейчас просто скрываюсь от себя, бегаю. Дальше хотелось бы о помощи поговорить. Может ли помочь человеку страдающему, не страдающей? Не страдающей, это, я так понимаю, тот, кого горе не коснулось? Да. Ну, неоднозначно, потому что мы все живые люди, и нас все равно касается то, что происходит даже не у наших близких. Даже если где-то у кого-то произошло горе, мы об этом узнали, мы все равно как-то частично хотя бы переживаем, вот, потому что мы живые люди, мы не роботы. Но если конкретно меня не коснулось, я действительно могу помочь этому человеку, да. То есть здесь имеется в виду больше не сострадать, а, наверное, не вовлекаться. То есть вот не вовлекаться в его процесс, чтобы не сидеть вместе там и страдать, а чтобы я как бы вот такой, ну, немного отстраненный, что ли, немного со стороны, не сильно вовлеченный, тогда я вижу больше, чем этот человек, который находится за цикленным в своем горе. И я вижу, как ему можно помочь. Это возможно, да. Это возможно. Но человек, который сам прожил горе, допустим, да, он имеет чувственный опыт. И ему легче с этим справляться, то есть помогать горющему легче, действительно, когда у тебя у самого есть прожитый опыт. Но важно, чтобы он был прожит все-таки. А вот про помощь со стороны, это что имеется в виду? Какие-то технические там моменты? Еды купить? Да, да. В некоторых моментах, кстати, это очень важно тоже понимать, потому что многие не помогают, потому что, ну, вот что я ему скажу, как я ему помогу, что вот я тут сделаю. Сделать можно очень много, на самом деле. И это даже вообще не зависит ни от материального достатка, ни от социального какого-то там благополучия. В некоторых ситуациях вообще нужны просто руки и ноги, например, помочь с уборкой по дому, вот. Бытовые какие-то хлопоты на себя взять, сходить, там, я не знаю, в магазин за хлебом. Это то, что способен сделать любой человек, если у него есть действительно желание помочь. То есть, если я хочу помочь, я найду способы, как это сделать, если у меня мое желание искреннее. И для этого мне не обязательно обладать какими-то суперпрофессиональными навыками. А в чем заключается профессиональная психологическая помощь человеку в горе? Профессиональный психолог, во-первых, да, который с горем работает, он, во-первых, он обладает высокими навыками саморегуляции. Это очень важно. И тогда он может стать опорой и поддержкой вот человеку, который с горем столкнулся, потому что у него самого этой опоры недостаточно. И, кроме того, психолог может наблюдать динамику и смотреть на какие-то возможные отклонения. Иногда бывают случаи, когда уже необходимо привлекать, например, психиатра, не только психолога. И это тоже важно уметь видеть и замечать. Здесь речь не идет о какой-то супербыстрой помощи, когда мы говорим, что психолог поможет, значит, ты быстрее это пройдешь. Речь скорее идет о результативности процесса и чтобы не было застреваний, и чтобы вот этот процесс проживания горя прошел с так называемыми минимальными потерями. С какими вопросами чаще всего обращаются к психологу? С разными вопросами. Бывает так, что обращаются по своим проблемам. Ну, то есть вот у меня произошло горе, что мне теперь делать? Сделайте что-нибудь, чтобы мне было не так больно. Помогите там. Как мне вот с этим справиться? Как жить дальше? Вот у меня все рухнуло. Как теперь планы строить? Как общаться? Как что делать? Бывает, что спрашивают, и таких тоже очень много, не про себя, а про близких, или про детей, или про родителей. Про детей часто спрашивают, как им объяснить, как сказать, что теперь делать. Спрашивают, как помочь близкому. Бывает так, что спрашивают, например, вот если мы говорим о новых отношениях после потери, или о новой беременности, например, после перинатальной утраты. это бывает так, что люди приходят и спрашивают, вот вроде мне кажется, я уже все пережил, прошел, как понять, что я готов. Бывают такие люди, это очень прекрасно, они очень осознанные, сознательно подходят к вопросу отношений и будущей жизни, они спрашивают, как понять, что я горе прожил, вот это все, и новые отношения будут именно новыми отношениями. Это тоже вопросы, которые психологам задают. Но надо понимать, что психологам задают такие вопросы, которые, это другие вопросы, то есть с этими вопросами не пойдешь к другу, не пойдешь к соседке. Нужны именно профессиональные знания и какие-то инструменты. В следующей программе мы разберем некоторые вот эти вопросы, дадите, может быть, рекомендации по ним. Сейчас у нас выпуск подходит к концу, но последний вопрос. Я знаю, что в рейтинге неуместных фраз звучат «все будет хорошо», «как я тебя понимаю», такое что за такое, токсичный позитив, да, немножко. Что еще не стоит говорить в ситуации горя и, может быть, какие-то фразы, которые, наоборот, рекомендуют психологи? Очень аккуратно надо подходить к словам, которые мы хотим сказать человеку, который в горе. Например, вот эта фраза «я тебя понимаю», она действительно не помогает, она обостряет эмоции, потому что и вызывает такую протестную реакцию, может вызвать. Человек скажет, «ты меня не можешь понять, ты через это, например, не проходил». Ну и это действительно правдой может оказаться. Все, потому что ситуации очень индивидуальные. Можно сказать, не я понимаю, что ты чувствуешь, например, да, а можно сказать, что я знаю, как тебе больно, я знаю, как тебе тяжело, потому что здесь действительно правда. И спросить, что я могу для тебя сделать. Вот, «ничем я могу тебе помочь», опять же, потому что если сказать, «чем я могу тебе помочь», человек может подумать или ответить, «ну чем ты мне можешь помочь?» «Не вернуть же его». А если сказать, что я могу для тебя сделать, это тоже помощь, но она звучит по-другому. Таких фраз действительно много, которые говорят, они некоторые действительно очень ужасные и ранят. Но люди же так говорят не потому, что они хотят причинить дополнительные страдания, они действительно думают, что это помогает, они в это верят, ну или вообще ничего не думают. Потому что, когда у человека горе, мы сами настолько вот в неожиданной ситуации, мы действительно не знаем, что сказать и как помочь. И говорим первое, что в голову приходят, какие-то автоматизмы. Но здесь именно нужно понимать вот силу слова. И мы можем этим словом и спасти, и наоборот ранить. Это важно. Ну, может быть, какую-то пару-тройку фраз, которые под запретом, и пару-тройку, которые лучше всего сказать. Так, ну вот, которые лучше всего сказать. «Я знаю, как тебе больно, я знаю, как тебе тяжело, что я могу для тебя сделать, ты всегда можешь ко мне обращаться, я рядом». Иногда можно даже просто помолчать, не обязательно что-то говорить. Иногда молча взять на себя какие-то бытовые, опять же, обязанности. Что говорить точно не следует. Точно нельзя говорить «забудь и живи дальше» или «постарайся забыть и живи дальше». Или, например, когда в разводе очень часто приходят люди и говорят, что мне, говорит, подружка сказала, «Ой, да нашла, из-за чего переживать». Типа, найдешь себе получше или «радуйся, что избавилась». Ну, конечно, это, нет, это не облегчает. В перинатальных утратах очень много таких фраз, которые действительно сильно ранят мамочек, родителей, например, говорят, что «Ой, ладно, там он еще даже не человеком был, когда речь идет о потере беременности», или «Ну уж лучше так, чем всю жизнь с инвалидом мучиться». Такие ужасные вещи. И еще ранят такие фразы, как ни странно, что «на все воля Божья», например. В каких-то других ситуациях это действительно может помогать, облегчить боль, но именно в горе оно почему-то вот не облегчает. Людям кажется, что это помогает, но на самом деле нет. Спасибо, Альбин. Мы на этом остановимся. Продолжим через неделю говорить на эту же тему, как прожить горе. На сегодня это все. Это была программа «Разговор по душам». Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...